В первые дни войны Нина Гаврилова приняла решение поступить на курсы радистов, чтобы получить востребованную специальность и быть полезной родине. Через несколько месяцев она была отобрана в качестве радиста для отправки на фронт. Ее направили в дальнюю бомбардировочную авиацию, где она прошла всю войну до победы. Нас бомбили, и однажды у нас были на кухню, мы были на обеде, а бомба, мы уже ушли с обеда, еще одна наша девчонка задержалась там, и она только лишь отошла, ее, конечно, контузило, и бомба упала прямо на эту кухню. Нина Андреевна прошла всю войну без единого ранения. Судьба благоволила ей. Трудностей было немало, работа радистом была непростой. От начала до конца такое напряжение. Вы представляете, когда выходишь у свой позывной у каждого самолета, и на каждый самолет у нас сидел уже определенный, не все мы принимали, а свой самолет. А в воздухе татита, тита, ой, там столько позывных, и я тут сейчас настолько была загружена, загружен был эфир, что было поймать очень напряженно. А это вот, потому что перелетели фронт, они отстукивают, что они пролетели фронт, чего-то там увидели, и они так же передают. И когда они уже от бомби отцветят, а тут какой-то самолет, связь прервалась, начинается нервозность у всех, начиная с радистов и до командования. И вот так до утра... Нина Андреевна говорит, что во время несения службы были и смешные случаи. Вспоминает, что однажды, когда она стояла в наряде и охраняла оружейный склад, увидела, что с горки к ней приближаются три человека в белом. Они не реагировали на приказ остановиться. Ну, вот я еще девчонка, чего там было, 19 лет. Кричу, стой, кто идет. Вот, они идут. Это, ну, как положено, три раза стой, кто идут. Они все идут. Я их делаю выстрелы в воздух. Ну, командование, конечно, тут же все сбежалось. Они подходят. Они прям свободно идут. А они, оказывается, сбежали из дурдома. И вот шли, чтобы их хоть приютили, накормили. Но потом долгое время она давно смеялась, задержала преступников. Окончание войны Нина Гаврилова встретила под Будапештом. У нее немало наград. Среди них орден Отечественной войны и медаль за боевые заслуги. Несмотря на возраст, Нина Гаврилова еще в строю. Она остается одной из членов клуба «Фронтовые подруги» и ведет активную общественную жизнь до сих пор.